Андрей Масловский, спортивный сайт «Трибуна». Мартел, скажите, Артём Милевский снова в Бресте. В прошлый раз он был отчислен из-за нарушения проблем с режимом, с дисциплиной. Насколько вы довольны им сейчас и насколько он готов к игре? Мне надо сказать, что Артём Милевский работал тоже очень хорошо. Раньше там были какие-то проблемы, но я не знаю детали, потому что я не находился. В этом момент я не находился. И сейчас Артём вернулся в команду. Я очень рад, потому что это другой игрок. Это совершенно другой игрок, который, по-другому, видит футбол. Его работа на тренировках есть такая самая, как раньше. Очень хорошая, очень хорошая. Гутер на сборах сыграл всего один тайм. Какова вероятность, что он выйдет завтра? Гутер? Не знаю, можно спросить о его, как он чувствуется. Но нет, 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 он в первом моменте у него была меньше травма. И потом, как он мог играть игры, так заболел на три-четыре дни в Турции. Поэтому он не еще готов на сто процентов. Но мы будем сегодня вечером разговаривать с Василием Хомутовским, который скажет его имение. Имение, да? Имение? Только свое имение. Да, свое имение. И потом сделаю децизию. Как дела у Чиди Асачоку? Он не ездил на первый сбор, съездил, тренировался только на второй? Да, Чиди работает индивидуально. Первый сбор он остался в Бресте и работал индивидуально. Мы его забрали в Турцию, потому что надо чуть-чуть помогать ему и ментально, чтобы была смена, смена. Он остался с группой с нами, сейчас 14 дней в Турции, но Чиди ему надо еще там восстановление и работать индивидуально. Это нет на два-три недели, это большая время для него. Алексей Первый из «Столицы». Вопрос с обоим сейчас в конференции. Как настроение в команде, как настрой на игру? Ты первый. Ты первый. Давай, я... Да плохое настроение, что приехали, холодно, зима. Ну его нафиг, что-то суперкубок играть, конечно. Ну, на самом деле, приподнятое настроение, все-таки первая официальная игра. Можно так сказать, какой-никакой, но трофей. И, конечно, готовимся и хотим показать тот футбол, который будем демонстрировать в течение года. Ну, я думаю, что настроение будет хорошее. Я уже услышал, что суперкубок ничего не дает, но для меня это всегда трофей. И надо, надо волчить о этот трофей. На втором сборе Динамо не выиграл ни одного матча. Вас это беспокоит? Нет. Почему? Моя команда очень хорошая, и я думаю, что эта команда сильная. И это пресс-сезон, это сборы, поэтому мы подготовилися на сезон, на первую игру. С торперу жодина, там, 31 марта. Поэтому вы, можно, смотрели там игроки в понедельник, вторник, которые имели тяжелые тренировки, играли четверг и в субботу сразу играли в вторую игру. И это были четыре дни, такие большие дни, и не было времени на восстановление. Но для меня это было, чтобы посмотреть, как этот игрок готовится mentально, как он работает, как он усталый. Как он в хорошем настроении, он может играть хорошую игру, но как он не всегда, так в чемпионату тоже. Так что, ментально усталый может быть это игрок, и я хотел смотреть, как они будут бегать на том поле, как у них не будет все хорошо. Поэтому, я могу сказать, что с игрой с Астаном, что игра была хорошая игра, там только бы сказал, что мне надо играть 2-2, но выиграть эту игру 3-4-0. Это была наша ошибка, что потом в конце концов матча было 2-2. Вопрос к Павлу. Павел, защитник БТ Егор Филипенко сказал, что Суперкубок это единственный шанс для Бреста что-то выиграть в этом сезоне. Как вы отреагируете? Да никак, спокойно. Это сугубо мнение Егора, но я не вправе осуждать его или обсуждать дела другой команды. Ну, посмотрим, что будет в течение года. В любом случае, Суперкубок это трофей, за который мы будем биться, стараться выиграть. Точно так же, как и БТ. Я думаю, что это все лирика. Говорить можно все, что угодно, что готовишься к сезону, еще что-то. Но не думаю, что у БТ что-то поменялось в плане менталитета и подготовки. БТ всегда бьется и билась за все трофеи, поэтому не знаю, чем так связано, что Егор говорит. Но на самом деле так и есть. Несмотря на то, что это кубок, это все-таки подготовка к сезону. Как у БТ, так и у нас. Определился ли Марцел с составом на завтра, в частности, с связкой центральных защитников? Я? Я знаю, да. Знаю. Но не скажу. Несколько дней назад вы говорили, что знаете 8 футболистов своей команды, которые сыграют завтра. А может быть, вы знаете 8 футболистов в БТ хотя бы, которые сыграют завтра? Ну, я думаю, что на 90% будут играть в таком составе, что играли с Арсеналом. Но я думаю, что там одна команда остается. Так у них, как сказать, такая стабильность, ну, стабильность. Так что, может быть, там один-два игроки, но я думаю, что будут большие соединения. Почему они имеют очень хорошие игроки, там Старшевич, Скавич, там Бага, Драгун, в общем, я думаю, что та команда остается так, как играла с Арсеналом. Только, что Глеб, что думал, что будет, что не выйти, что будет второй тайм, потому что искусное поле, но нет, там думаю, что Драгун, Бага и Шимович, да, в середине. И потом Александр выходит, потом последних 30 минут сделает, сделать, что же. А не знаю, посмотрим завтра. Дмитрий Жутос, Парсина Панорама. Новичок Бреста Лаптев, если я не ошибаюсь, за сборы забил два мяча всего. Довольны ли этими показателями и, в принципе, как охарактеризуют его? Ну, я с его работой доволен, потому что он игрок тоже национальной сборной, показал в тренировках и в тех играх, что играл, что он очень сильный, хороший закрывать мяч. Закрывает мяч, у него такая натуральная сила, и он забил два гола, да, потому что они, он заграл игру, потом в тренировках играл Рюха Холвенко, так что он не играл все игры. Но всегда, как был наполнен, выходил из команды, так сделал там работу для команды. Для нас, думаю, это будет важный, важный игрок в чемпионате. Клубу запрещено регистрировать новых футболистов. Вам есть еще кого регистрировать или все приобретения уже сделаны? Я думаю, что наша команда уже готова на сезон. Думаю, что там не будет новый, что игрок, там не будет. Ну, там у нас приходил Кацикас и Сайдадан. Там не раз делали регистрацию или регистрирули те два игроки, но сейчас я не думаю, что бы я хотел еще какого игрока забрать до команды. У меня сейчас 22 игроков, плюс там молодые, еще 2-3. Ну, окей, это basta. Но не уноси то мазать, да? Это удостоверение. Достаточно, да. Из-за ситуации с Павлом Савицким, для нас может не получить лицензию. Насколько это проблемная вообще для вас история? Осложняет ли она какую-то психологическую подготовку к чемпионату? Я не знаю, Паш, но мы так не думаем о том, да? Я как не думал, мы подготовимся на сезон. Завтра у нас важный мяч с Батой Борисов. Если это будет, то я не могу ничего сделать. Это там Босс или Федерация, как они не договорятся, я ничего не могу сделать. Моя работа с подготовкой на сезон, посмотрим, где будем играть.